Привет, сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. Наливайте то, что вы там пьете, потому что там будет, что сегодня обсудить. Привет, друзья! Призываю всех проголосовать за поправки 1 июля, чтобы геи не усыновляли наших детей. Любишь родину? Голосуй за поправки. Буквально несколько минут назад у меня взорвался директ. Спасибо всем активным сплетникам, спасибо, что никогда не проходите мимо того, что мы обязаны обсудить. Захожу я на официальный аккаунт Нелета, выпускаю это буквально пару минут до вот этот ролик, где он говорит, ребят, идите и голосуйте за принятие поправок Конституции России, чтобы, упаси боже, представители ЛГБТ не могли усыновлять детей, если вам не все равно будущее России. Вы обязаны прийти и проголосовать. Полнейший взрыв негодования. Куча возмущенных комментариев. Опять продался. За сколько же можно? Как же так можно себя вести? На кого ты похож? Ведь ты же человек с улиц. Как ты мог оказаться настолько продажным? Я просто, во-первых, не поверил. Я помню, когда он давал интервью с Шихманом. Мы, кстати, обсуждали это вот в этом видео. Я был очень хорошего мнения, а не Лето. Я, в принципе, хорошего мнения, а не Лето, потому что парень такой, знаете, наш родной. Без звездной болезни. Вот такой простой, хороший, настоящий, блин, парень-сосед, на которого всегда можно положиться. Но когда ты видишь вот такое моментального чувства гнева, как такое может быть? Неужели человек пошел по этой скользкой дорожке? Проходит буквально, наверное, час, не Лето выкладывает вот это вот видео. Ну что, дорогие мои, мой предыдущий пост не создан для того, чтобы заработать денег. Он создан был для того, чтобы проверить, что вам больше всего важно. Моя музыка или мое отношение к правительству, к политике, к деньгам, к какие-то социальные вопросы, это была просто проверка. А так, чтобы вы знали, не Лето не продается. По крайней мере, пока. Но я надеюсь, что так и останется. Всех вас люблю, обнимаю. Ждите новых песен. Я послушал это видео и я совершенно не понял, что вам важно, дорогие мои слушатели. Моя музыка или мое отношение к политике? Я не продажный, я продажным никогда не был. Я продажным, надеюсь, не буду. Я попытался понять, что он попытался сказать этим видео. Что значит, что для вас важнее, моя музыка или мое отношение к политике? Я совершенно не понял, что он хотел этим сказать. Вы знаете, как это для меня все выглядит. Для очень многих россиян вот эта неприкрытая пропаганда голосования президента по праву Конституции, любого толка голосования воспринимается в штыки, настолько в штыки, что людям потом припоминают это годы спустя, настолько вот остро и болезненно воспринимается российским обществом такое предательство от людей, которых это самое российское общество обожает. У меня такой вот червячок сомнений, я не могу от него избавиться. Давайте гипотетически представим такую ситуацию. Во-первых, учитывая тот факт, что первое видео, где он призывает идти на выборы, он не удаляет, то есть остается у него два видео на канале. Повторюсь, давайте гипотетически представим, что к Нелета пришли и сказали, вот тебе чувак, 10 тысяч евро, вроде бы столько заплатили Кети Тапури за тот известный пост в инстаграме, где она просила людей прийти на голосование по принятию по праву Конституции. Мы обсуждали это вот в этом видео. Кто пропустил вот по этой ссылочке, вы можете перейти и посмотреть это видео. Очень острое видео на самом деле получилось. И вот давайте представим, пришли к Нелета и сказали, вот тебе 10 тысяч евро, сделай 15 секундный ролик в инстаграме, попроси людей прийти. Человек говорит, вы понимаете, ребят, если я сделаю такой ролик, меня проклянут, меня смешают с грязью и это будет заслуженно. Для меня всегда было удивление, когда звезды, которые не имеют никакого отношения к политике, которые никогда вербально не озвучили свою политическую позицию, вот парень с улицы, вот что такое Нелета. И такой имидж он пытается держать. И когда вот этот парень с улицы, свой вот просто в доску говорит, приходите на выборы, вы понимаете, как остро воспринимает его молодая аудитория эти слова. И ему говорят, хорошо, ты сделай вроде как эксперимент, вот в открытую, прямо остро скажи вот эту всю тему, но после запиши видео, где ты вроде как обернешь все в непонятный какой-то эксперимент от своей аудитории. Я не верю, что Нелета записал это пропагандистское видео, где он говорит, ребят, идите на голосование, а потом вроде как элиминировал это своим вторым видео. Во-первых, я не понял смысла второго видео, что значит, что вам важнее. Да нам важнее, чтобы ты вообще заткнулся и пел свои песни, а не разглагольствовал в инстаграме о политике и не призывал людей идти на выборы. Это одно. Второе, это очень красивый способ слиться. Я понимаю, что второе видео получилось скомканным, оно получилось запутанным по смыслу, и поэтому не совсем понятно, как одно видео элиминирует предыдущее видео. Моя позиция, моя точка зрения, вот мое субъективное мнение, что человека заплатили за пропаганду выборов, как бы то ни было. В первом своем видео он сделал публичное заявление, многие люди взяли это в голову, и даже вторым видео, вроде обернув всю ситуацию в шутку, я не думаю, что он оправдал этот свой социальный эксперимент у себя в инстаграме. Вот вы видели эти два видео, я объяснил, как это все выглядело. Кто хочет, зайдите на его инстаграм, почитайте, что пишут люди под первым и вторым видео, если он это еще не удалил. Моя точка зрения, ему заплатили, он сделал официальное заявление, приходите на выборы, а потом попытался, это изначально было, конечно, запланировано, попытался вроде как отстраниться. Мне кажется, такой же продажный, как и все остальные. Я могу понять, деньги, к сожалению, не пахнут. И такие, скажем так, исполнители без заработанной финансовой подушки, которые так любят разглагольствовать Иосиф Пригожин, видимо, приходят соглашаться на такие совершенно ужаснейшие рекламные кампании, и человек просто теряет лицо. Все вы видели это все? Пожалуйста, прокомментируйте. Верите ли вы, что это было сделано в виде шуточного эксперимента? Или вы верите, что это была самая настоящая легитимная реклама выборов по принятию поправок к российской конституции? Мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Кстати, дорогие мои сплетники, после вот этого видео, где мы осуждали поведение Алены Блин и канала Супер, в принципе, по отношению к своим гостям, тогда гостью был Стас Костюшкин, и они утвердительной форме написали у себя в хэштегах, что Стас Костюшкин гей. После наших двух видео, моего и гражданина кадета, они убрали тот хэштег. Но что самое интересное, сам Стас Костюшкин написал мне в директ моего инстаграма, и поблагодарил за поддержку. Очень приятно, когда известные люди, публичные люди, которых мы обсуждаем на этом канале, смотрят нас, благодарят нас за поддержку, или наоборот ругают нас за слишком жесткую критику. Но очень приятно, что люди, которых мы обсуждаем, смотрят нас, знают нас, не знаю, уважают, не уважают, это вопрос другой, но то, что мы на слуху, это действительно очень приятно. И очень приятно, что Стас, вот какой он был, открытый, позитивный интервью у Алены Блин, такой он оказывается и в директе инстаграма. Очень позитивный, очень открытый и очень приятный в общении. Мне было очень приятно, так что, дорогие сплетники, нас очень многие смотрят. Не знаю, любят, не любят, но смотрят точно. Ну и абсурд продолжается, просто не знаю, в каких пропорциях, и когда эта мракомесия закончится. На Светлану Лободу подали в суд, ее обвиняют в гей-пропаганде. Все вы помните ее песню «Суперстар», которая вышла, наверное, два года назад. И вот только сейчас какой-то обиженный православный посмотрел это видео, почувствовал себя оскорбленным и подал на нее в суд. Он требует удалить видео из открытого доступа и выплатить ему компенсацию в размере двух миллионов рублей за моральный ущерб. Обратился с этой претензией мужчина по имени Виктор Борисов. Он подал заявление в суд, однако, к его большому сожалению, суд не увидел пропаганды. Видео и возбуждать дело не стали. Вот так вот, дорогие мои, немытьем, докатанием внедряют людям в мозг вот эту вот сегрегацию внутри общества. Когда ты не можешь артистически самовыразиться, потому что это вдруг каким-то образом кого-то обидит. Я искренне желаю вам всем быть более толерантными, быть более открытыми и не принимать все так близко к сердцу. Это вот мой такой совет. Опять же, это все очевидно, это все на поверхности. И для меня люди, которые оскорбляются, я не знаю, произведением искусства, фотографии, кино, но мне действительно искренне жалко, потому что это люди живут в каком-то непонятном мире, и они хотят весь мир подстроить под себя, чтобы весь мир думал одинаково или думал в рамках. Вот это, конечно, страшно. Новость меня вот искренне повеселила. Я помню, режиссером ролика выступала Нателла Крапивина. Ситуация с Лободой Нателлы Крапивиной до сих пор меня очень сильно волнует. До сих пор жду каких-то интересных инсайдов, которые я не получаю. Только слухи, только сплетни, все по верхушечкам. Ах, никакого интересного инсайда, к сожалению. Очень хочется мне узнать, кто такая Лобода. Мы говорим, как женщина. С кем ее связывают романтические отношения. И какую роль играет во всем этом Нателла Крапивина. Поэтому, ребят, если у кого есть такая информация, вот мой инстаграм. Все источники всегда остаются анонимными. Если у вас есть что сказать, если у вас есть что добавить, обязательно пишите мне в директ. Мы все сплетники будем вам очень благодарны. Ну и вот был очередной секретный миллион с Кириллом Андреевым. Мне совершенно не понравилось, что он принес умершую Жанну Фриске в эту самую историю. Он начал рассказывать, что у них была страсть, что она очень хотела с ним отношений. Несколько месяцев этой тайной секретной любви. Потом все это сошло на нет. Мне очень не понравилось, когда люди... Не то, что вот давайте не упоминать усопших плохим словом. Или давайте не упоминать о них вообще. Наверное, забвение в таком плане. Это тоже крайне неправильно. Но мне кажется, вот такого толка, опять же, личные какие-то отношения. Я не знаю, стоило или не стоило. Хотя, опять же, что я говорю. Не люблю себя, когда я начинаю размышлять вот с этической точки зрения. Я считаю, что если мы сплетники, мы должны быть, в принципе, открыты ко всему. Вот здесь мне что-то вот резануло немножко вот эта вот вся история. Ну и, конечно, известный алкоголизм группы Иванушки Интернешнл. Я настолько, наверное, не слежу за их творчеством. Для меня был просто шок. Я только сегодня узнал, что Олега Яковлева, одного из Иванушек Интернешнл, оказывается, нет в живых с 17-го года. Умер он от цирроза печени. Как официальный источник утверждает, двусторонняя пневмония, спровоцированная с циррозом печени от злоупотребления алкоголем. И буквально, наверное, год назад мы обсуждали Андрея Григорьева-Аполлонова, когда жена ушла от него и вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Во-первых, Иванушек Интернешнл знают многие. Их видели часто на просторах России. Все говорят, что в жизни выглядит еще хуже, чем на фотографии. Плохо, потасканно выглядит. И, конечно, очень много пьют. Никогда не думал, что Кирилл Андреев тоже прикладывается к бутылке. Оказывается, бухали тяжело. Все бухали. Один просто спился до цирроза, допился. Представляете, какая это была ужасная зависимость. Оказывается, все тяжело пили. Ну, а Андрей Григорьев-Аполлонов, в принципе, говорит в первую очередь, почему жена от него ушла. Потому что, опять же, он просто не просыхал. И вот его откровение, что он хоть и тихий, но он был алкоголиком. Опять же, он не признает себя в виде алкоголика. Он говорит, что просто часто снимал стресс бутылкой вина. Я не знаю, что они там пили. И, конечно, пили очень часто после концертов. Вообще, смотришь на всех этих спивающихся публичных личностей. И, конечно, становится немножко страшно. Вот такое было немножко пыльное и с душком интервью. Ну, это интервью, да, секретный миллион Лерии Кудрявцевой. Мне оно не понравилось. Для меня сама группа Иванушки Интернешнл немножко веет от нее таким могильным холодом. Один вышел в окно под воздействием наркоты. Второй этот маленький Иванушка, который умер от цирроза печени. И двое других, которые до сих пор глушат тяжелую жизнь бутылками алкоголя. Смотришь на эту группу и, повторюсь, могильным холодом от нее веет. Какое вообще ваше отношение к группе Иванушки Интернешнл? В такие моменты думаешь, вот, я не знаю, есть проклятие кино какого-нибудь отдельного? Или есть проклятие группы? Ну, вот здесь прям какое-то проклятие, черт возьми, группы. Все очень сильно под чем-то. И двое уже ушли из этой жизни, опять же, благодаря чему-то. Один под веществами, другой с рост печени. Это же сколько надо пить, как воду, наверное, да? Мрачноватый такой душок остался после всего этого интервью. Вот такие были сегодня сплетни, вот такие были сегодня новости. Второе видео за день. Огромное спасибо всем, кто подписывается. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем, кто комментирует. Огромное, неимоверное, огромное спасибо всем спонсорам канала, ребят. Вот честно, от меня, от всего нашего сплетнического комьюнити. Огромное спасибо, что вы поддерживаете идею сплетников на ютубе. Спасибо еще раз всем за внимание, ребят. Я сегодня постарался делать такие именно легкие, ненапрягающие сплетни, потому что слишком много драм было в последнее время. Поэтому иногда стоит делать вот такие вот легкие, ненапрягающие выпуски сплетен и новостей, чтобы немножко так вздохнуть и послушать что-то ненапрягающее. Спасибо огромное всем за внимание и хорошего вам начала недели. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!